Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Фролов Юрий Андреевич, я биолог, и сегодняшний наш вот этот видеопродукт, он посвящен хранению овощей, фруктов, ягод, зелени, всего. Как сохранить высокое качество продукции в своем хозяйстве, в своей квартире, даче, доме и так далее. Не дать испортиться продукту. Ну и сейчас мой первый репортаж из моего технического помещения, который находится под Зеленоградом в моем ближайшем хозяйстве. И мы видим за мной дверь, которая ведет в 30-кубометровую холодильную камеру. Она 12-сантиметровый сэндвич-панели с ППУ запененный, с супер-теплоизолятор. Значит, вот под замком дверь герметично закрытая внахлёст на стены. Это лучший способ хранения в больших хозяйствах. И я в любом случае вам скажу так, что то, все, что я буду говорить, можно применять как в малом масштабе, так и в большом. Безусловно, малый масштаб вот такой камеры – это будет простой бытовой холодильник. Чем он лучше, тем понятно, это только плюс, если зона BioFresh сохраняет зелень, если он совсем простой, хотя бы температура должна быть плюс 3-4, тогда больше будут продукты, дольше хранится. Учитывать нужно многие факторы, о них я буду в процессе рассказывать. А пока вот этот холодильник, с чего мы начнем. Вы видите два приборчика. Здесь показывается температура, поскольку датчики проведены через потолок, и на разной высоте, на высоте 50 от пола и 50 от поверхности, от потолка, они внутри этой камеры. И они показывают, всегда человек проходит, что вот такая-то температура. Сейчас, например, внизу плюс 1,1 сверху, плюс 1,6 градуса. Если внутри нет вентилятора, всегда внизу холоднее, сверху теплее. Это касается и морозильных ларей. Так вот, скоро заработают сплит-системы, а вы видите в правом углу экрана торец сплит-системы. Я использую Revacold, итальянские, произведенные в Италии, не в Китае. Очень надежные. Это даже не сплит-системы, это моноблоки, которые вешиваются. То есть, один блок внутри помещения, и мы скоро с вами это увидим, а второй снаружи. И вот каждый такой блок нужно рассчитывать, чтобы был способен при температурах наружной среды плюс 25, а лучше 30. И тут нужно учитывать теплоизоляцию, когда в фирмах будете изучать этот вопрос. И чтобы даже при плюс 30 внешней среды он достигал той температуры, какой вам надо. Ну, например, нуля. Вот, вы слышите, включился блок. На самом деле у меня там два блока. Потому что я человек предусмотрительный, запасливый, я не хочу неприятностей. Если вдруг даже с такой хорошей качественной техникой что-то случится, то мне не нужно нервотрёпки, что у меня погибнет продукция, а бывает здесь по несколько тонн какой-нибудь черешни свежей, живой, других фруктов с разных, так сказать, регионов, да. И бывает, что и манго с Таиланда, и ещё что-то из Австралии продукты свежие, дорогие. Поэтому я не хочу этой проблемы. И вот, вы видите, включился второй блок, слышите, вернее. Здесь два блока одинакового размера. Причём каждый из этих блоков может заморозить, охладить, вернее, до нужной заданной температуры объём этой камеры. То есть, если даже один выйдет из строя, то два у меня спокойно, то есть, можно не рассчитывать на два, будет справляться один. Сейчас же работает оба-два, включилось один на несколько секунд раньше, другой позже. Сработали они по температуре, они отлажены достаточно синхронно, как вы видите, то есть, там, до десятой доли градуса. Техника очень надёжная, работает второй год. Есть у меня блоки той же фирмы Revacold, только уже не холодильные, а морозильные, которые дают до минус 25 градусов, очень мощные. И мы увидим сегодня с вами ещё и этот морозильный домик, про который я сейчас только что рассказал, про сплит-системы уже Revacold, тоже фирмы итальянской, которые снабжают и обслуживают вот этот морозильный отдельно стоящий домик. Фактически, это тоже домик, это камера, которая просто стоит у меня в здании, в одном помещении, в гараже. Собрали его здесь на месте, есть фоторяд, как это производили. И, конечно, в этом фильме вы сейчас увидите, как собирались панели по ходу моего рассказа. И вот, когда дом собран, единственную дам ещё рекомендацию, это можно сделать, кстати, один блок отключился, вы слышите, очень быстро, буквально минута, да, полторы, и весь этот объём охладился. Сейчас мы посмотрим, вот, до нуля градусов. Сейчас внизу температура 0, и уже сверху скоро тоже будет близкая к нулю, плюс 0,5 градусов. У нас здесь задана такая температура для того, чтобы, ну, скажем, охватить широкий спектр по хранению. То есть, минус мы не делаем, потому что овощи, например, которые, скажем, содержат в себе много воды, они не держат температуру ниже нуля, лучше даже ниже плюс 1, плюс 0,5 градуса. Но если это овощи, фрукты, которые много сахаров в себе содержат, да, ну, например, так сказать, сладкие арбузы, так сказать, те же манго, морковка, они держат минус 1, минус 2 без изменений. Свёкла та же, ну, капуста, она очень хорошо при минус 1 хранится, яблоки прекрасно. Чеснок, кстати, тоже, хотя он не содержит ни сахара, фруктозу, сахарозу, но там есть набор определённых веществ, которые не даёт ему замерзать и портиться при такой температуре. Но чем ниже температура, там каждая десятая градуса, на самом деле, если научно подходить, она влияет на 10, примерно 15% увеличивает срок возможного хранения. Поэтому, когда в домашних условиях плюс 5-6, открываешь створки постоянно, там и, может быть, ну, в общем, около того, 5-6 градусов плюс, это, конечно, много. Но если было бы близкое к нулю, если холодильники с нулевой зоной, тогда хранятся продукты гораздо там дольше. Значит, теперь вот здесь сверху 0,5, здесь 0,1. Так, теплоизоляция хорошая. Сейчас наружу у нас где-то плюс 25 градусов. Ну, вы видите, включаются они очень редко, держат, и тепло уходит из стен, из потолка. В любом случае, но, так сказать, то есть нагревается с внешней стороны, а холод уходит, сюда отдаётся во внешнюю среду, но очень-очень незначительно. И поэтому камеры, то есть блоки срабатывают редко. Это очень важно. Оборудование надо подбирать с запасом прочности, с запасом по ёмкости. То есть, чтобы, например, скажем, блок рассчитан при плюс 25 на 20 кубов, а у вас 15-кубовая камера, это нормально. А если 0 в 0 рассчитан на 20 кубов, 20, маловато. Потому что всегда нужно учитывать чуть больший запас, чем даёт производитель. Значит, на дно, там у нас плитка стоит вообще-то на каменной, на такой, ну, керамической плитке, мы расстелили ещё лист термофола с двойной фольгой снизу-сверху, да? Полностью он стоит на нём. Во-первых, это хороший амортизатор. Мы брали сантиметровой толщины, он его уминает, и все неровности приглаживаются. Тем самым нагрузки со стен панельных в швах сняты, если какие-то были бы неровности. Хотя плитка гладкая, тем не менее. Особенно важно на неровных поверхностях это учитывать. Второе. Значит, если бы мы снаружи вот эти панели обклеили тоже термофолом, а продаётся такой термофол, или можно заказать, когда с одной стороны фольга отражающая, она тепло и холод отражает. А вот с другой стороны липучка. И если бы мы приклеили, вырезали бы, кстати, это можно очень красиво сделать. То тогда тепло... То есть экономилось бы холод, а тепло не нагревало бы, значит, меньше бы было теплопотерь. И вот можно это сделать ещё внутри камеры. Мы поспешили, нам надо было срочно после сбора закладывать урожай, а это было лето. И поэтому не смогли сделать... Ну, когда мы поставим вторую такую камеру, она нам пригодится скоро, то мы обязательно из этой всё уберём, сделаем. И если мы внутри ещё наклеим термофол с отражающей фольгой внутрь, получается, тогда будет, что мы ещё примерно на 15-20% будем экономить электроэнергию. Если всего лишь толщиной термофол будет в сантиметр. Можно заказать двухсантиметровый, чуть потеряете больше площади внутренней, но будет ещё эффективнее. Если сделать с двух сторон и не забыть потолок, и внутри, и снаружи, то это будет просто мощнейший термос. Так, ну вот, что я хотел сказать, значит, снаружи. Теперь давайте посмотрим, что у нас внутри. Ну, а внутри мы видим ещё одну такую шторку. На промышленных холодильниках, ну, хотя бы по телевизору, вы наверняка видели такие шторки. Это толстый силикон, очень прочный. И сейчас для чего он используется? Мы как завеса. То есть, если бы мы открыли, холод быстро бы проник сюда, тепло бы зашло. Здесь же мы проходим-выходим, и у нас, тем не менее, вот они запотели даже, видите, какой конденсат. Вот, я его протираю. Вот, значит, но зато сейчас у нас минимально уходит холод, и тепло не входит внутрь. Я открою, а потом мы перейдём с вами, посмотрим, что у нас внутри. Вот, таким образом, находятся стеллажи внутри. Это свет включается автоматически, вот от этих самых, видите, вот я как бы закрыл, закрываю, вот. То есть, дверь прижимает, и свет включается. Это всё автоматически, удобно. Значит, сейчас я дверь прикрою, и мы посмотрим, зайдём с вами внутрь. Ну, а теперь мы находимся внутри моего холодильника большого. Вы видите, какой его размер. За вами, за камерой, как бы, ещё метра полтора. И тут вот ещё примерно почти метр за мной. Мы видим сейчас два, вот здесь раз и два. Это блоки внутренние, вот этого моноблоков, так называемых, не сплит-систем. Тут всего лишь ход, по которому агент, ладоагент, идёт всего лишь, ну, сантиметров 30, и поэтому путь короткий. Чем меньше путь, тем меньше потерь. Сейчас они молчат, не работают, потому что дверь в режиме, то есть, она не закрыта герметично. Здесь, видите, какой идёт пар. Ну, скажем, почти 0 градусов. Ну, ничего, сейчас я вам всё расскажу. Вот дверь, вот, собственно, та самая лапша, вот эта силиконовая, так сказать, проход, завеса. А здесь находятся стойки. Мы используем из оцинковки. У меня таких четыре стеллажа. Значит, вот что мы здесь, посмотрите, храним. Ну, вот за мной яблоки. Определённое время их можно хранить незащищёнными. Прямо таким образом в ящиках. Это могут быть ящики, безусловно, деревянные. В пакетах нецелесообразно, если это поздние зимостойки и поздние сорта, типа антоновки там и прочих. Вот, пожалуйста, хранится. Сейчас уже пришла черешня первая, стамани. Значит, в таких ящиках хранится она недолго. Да, для черешни и вишни долго может храниться, если будет температура близкая к нулю. А если будет где-то минус полградуса, то, например, до месяца. Конечно, там будет отход определённый, если были повреждения. Но, тем не менее. Кстати, помещения технические, где могут быть грибки, какие-то инфекции, желательно иногда дезинфицировать озоном. Конечно, без присутствия людей есть автоматически. Можно настроить по таймеру дозатор, когда будет включаться, обрабатывать. Бактерии, вирусы будут погибать. Это абсолютно экологично безопасный способ обеззараживания. Никаких химических реагентов, хлорки, ничего. Значит, вот сама ягода может лежать долго. Сорт, например, сливы будет скоро. Чернослив, когда будет поспевать. Так вот, чернослив может храниться. У меня был рекорд 2,5 месяца при минус 1 градусе. Великолепно, то есть уже начинает сморщиваться. Вот тут важно соблюсти баланс. Я вам сейчас скажу ценнейший совет. Вот посмотрите, пожалуйста, что может быть даже через уже 3 недели, когда воздух-то все равно сухой, и холодильники сплит-системы осушают. Вот посмотрите, у нас сейчас гранат. Вот этот прекрасный, вкусный, спелый гранат. Но видите, что кожица, морщиница стала, а потому что уходит влага. Потому как в помещении сухо, ведь они осушают сплит-системы и моноблоки, да и холодильники. И у нас просто высыхает. Была бы влажность выше, другое дело. Но этого нет, как избежать? Вот посмотрите теперь разницу. Те же самые близнецы, упакованные в пакет. Посмотрите, кожица гладкая, идеальная. Как правильно теперь сделать? Вот вы привезли овощ, и хотите положить в холодильник, чтобы он долго хранился. Это может быть морковка, то же самое, свекла, репа, брюква, это может быть редька. Ну, в общем, любые корнеплоды, да, допустим, скажем так. И, кстати, и картофель относится, но в меньшей степени. Что делаете, если у вас небольшие объемы? Скажу, небольшие, если большие. Если небольшие, вы берете, ведь привезли вы все равно, он плюс, в магазине лежал, перевезли с дачи, неважно, хороший плюс. Вот представьте, вы положили из плюс 20 в плюс 2 градуса. Что будет, если сразу положите в полиэтилен? Сконденсирует, тут будет влага, а значит, почва для грибков, бактерий. В общем, короче говоря, это плохо. Значит, соответственно, вы берете, кладете это в холодильник или в холодильную камеру, что у вас есть. И когда овощ или фрукт будет, дойдет до той температуры, что внутри, ну, от объема зависит мощность камеры, ну, в общем, это где-то там часов 10, пусть будет, может быть, 2. Пусть возьмите полдня с запасом. Так вот, вы потом что сделаете? Берете пакет, внутрь кладете, уже холодный. И вот если вы холодный положили и положили в пакет, посмотрите, ни капельки конденсата, все сухо, прекрасно. Вот в таких условиях овощ в себе или фрукт сохраняет ту влагу, то есть некуда через полиэтилен деться ей. И поэтому это хороший, прекраснейший вариант хранения. Тогда они будут храниться без порчи в разы дольше. К примеру, вот морковка, да, и в таких условиях морковка, ну, она более нежная. Безусловно, морковке нужно чуть-чуть более влажную среду, потому что у нее нет такого, как у гранатно-защитной толстой кожуры. Поэтому здесь более герметичная упаковка и, допустим, маленький конденсат, но принцип тот же самый. Тот же самый. Вы должны только сделать здесь пару дырочек. То есть просто пальцем, ногтем, вилкой, неважно, сделайте пару дырок в полиэтилене. Внизу, сверху, вот так вот завязываете, и все. И вот морковка таким образом будет храниться. То есть ее нужно изначально, вытащив из грядки, положить, просушить в теплый день. Только не на солнце, а в тени, но в теплый день, сухой день. Удалить у морковки точки роста, срезать ботву. Лучше удалить, срезать точку роста. Можно золой присыпать, если вы срезали. Она полежит немножко. Значит, вы промыли, подсушили. Можете не промывать. Тут два варианта. Промыли, просушили, вот как эту. Обязательно просушили. Положили в холод. Из холода. Либо быстренько вытащили, положили в пакет и обратно в холод. Либо зашли в холодильник, если это большие, вот как у меня условия. Здесь все это перефасовали. И вот так это будет храниться очень долго. Второй вариант. Следующий. Если у вас, тем более, есть подвалы. Народный старинный способ. Это касается всех корнеплодов. Чтобы морковка хранилась год. И даже больше может храниться. Вы берете морковку, также в теплый день просушиваете, обрезаете ей, так сказать, ботву. И помещаете ее, ну скажем, вот допустим в такой. Сейчас я покажу. Это легко сейчас купить. Контейнер. Вы видите, это вот, например, контейнер пластиковый, без дыр, без перфорации, так называемый мясной. Высокий, глубокий. Это идеальный вариант. Он 35 сантиметров в высоту, 60 на 40. Вот такой размер его. Значит, и вы что делаете? Морковку ставите, собственно говоря, вертикально. Много-много. И заливаете все это дело раствором глины. Как густую сметану, раствор. Полностью, чтобы она вся покрылась. То есть сначала налили сюда, ну допустим, сантиметров 8-10 глины раствора. Воткнули морковку, ну так, чтобы она стенок не касалась. Значит, она уже будет стоять, да, вся. И залили по периметру, до стенок сантиметра 2, пусть они не касаются. Полностью залили, между ними все залили. Ну, небольшое пространство, там щелки, она все равно пройдет. Это все уже глина. И сверху полностью залили сантиметра хотя бы 2, чтобы был. Глина подсохнет, образует сверху корочку. Хотя в подвале обычно влажно. И она будет, даже если влажность не застынет, ничего страшного. И эта глина лучший консервант. Естественный, биологически, натуральный. Это самый прекрасный способ гарантированного хранения. Никаких грибков, никаких инфекций. Вот, это мой такой совет. Значит, теперь. Значит, если какие-то фрукты пришли в таких упаковках, как они, ну, приходят какие-нибудь... Вот в данном случае у нас здесь био, вот эти гигантские, ну, как они, финики. С Израиля это именно био. Самые вкусные на свете. Ничего подобного нет. Имбирь, допустим. Потому как, ну, мы его сами не выращиваем, понятно. Мы храним вот такие коробочки, где тоже, видите, дырочки. Да. Но, то есть, влажность поддерживается, но, тем не менее, есть возможность дышать. Вот таким вот образом. Это касается любых фруктов и овощей, которые вы сами также можете запаковать. Так же, как, например, вот этот лук-порей. Да, то есть, лук-порей. Господи, боже мой. Вот он у нас, лук-порей. Вот он, лук-порей. А это сельдерей. Неважно. Вот таким образом. Видите, тоже полиэтилен. Но мы... Вот здесь открытые пакеты. То есть, они цельные, дырочек нет, но просто открытые. Для этих культур идеальный вариант. Подсыхать не будут. Вот я вам так скажу. Вот этот лук-порей у меня хранится месяц. Посмотрите. Вот под цвет я... Идеальный. Твердый, хороший. Все. Ничего не гниет. Они все органические. Чувствуют себя прекрасно. Так. Вот, пожалуйста, в упаковках киви. Да? Вот в таких упаковках. То же самое. Здесь у нас идеальные условия. Конечно, в бытовых немножко по-другому. Тем не менее, холодильник вполне может заменить такую камеру. Просто в меньшем объеме. Главные принципы. Запомните, в любом холодильнике внизу холоднее, наверху теплее. Где ближе к... Если у вас внизу морозильный отсек, а сверху холодильник, да? Как такой два в одном. То тогда ближе к морозильнику, в самом холодильном верхнем отделении, всегда ниже температура. Там храните те продукты, которые требуют более низкую температуру хранения, которые быстрее портятся. И еще раз помните, что всегда продукты, которые много сахаров содержат, они могут храниться при более низких температурах. А которые содержат мало в себе влаги, при более высоких нужно хранить. То есть, ну, по крайней мере, плюс один градус ноль предел. Минус не должен быть. Потому как могут замерзнуть, подмерзнуть, попортиться. Значит, картошка. Идеальный вариант для хранения картошки. Вот именно такие, не перфорированные, подчеркиваю, как с дырочками, вот бывают часто, значит, контейнеры пластиковые. И когда вы засыпаете картошку доверху, кстати, это касается, например, чеснока, ведь, знаете, с чесноком большая проблема, он сохнет. И его даже есть методы, например, чеснок, соль, засыпают солью, есть такой метод. Но чеснок идеально, у нас до сих пор хранился, а сейчас вот июнь, да, прошлогодний, вот в таких контейнерах прям насыпаем. Тут воздух, понятно, не проникает. А сверху мы кладем бумагой в несколько слоев. И получается, что дышит, но избытка воды не будет и дышит. Иногда перетрясаем и ставим, штабилируем одну на другую ящик, сколько нам потребуется. Картошка тоже самое. Идеальный вариант хранения картошки. Можно сделать так, как, например, вот здесь. Посмотрите, сейчас покажу. Вот такой сверху не бумага, а мешок у нас для, ну, знаете, мешок полипропиленовый для картошки той же. Вот видите, как сохранится морковка из деревни, да? Вот она, посмотрите как. Она землей обсыпана, но она, значит, хранится здесь недолго, поэтому вполне такой способ допустим. То есть несколько месяцев таким образом можно хранить и полгода, в принципе, проверять периодически надо. С глиной и полтора года смело будет храниться, если температура будет где-то не выше плюс трех. Вот. Год где-то плюс пять, плюс шесть без проблем будет храниться. Так. Теперь, я полагаю, что про холодильник я все рассказал, только подчеркну здесь, что вот эти стыки панелей, да, это самые, конечно, уязвимые места, почему я и говорю, что если бы мы внутри помещения наклеили вот этот фольгированный термофол по стенкам, по потолку, ну, по полу, понятно, можно по-другому сделать, его расстелить, на пол потери маленькие, тем более у нас под ним термофол. Ну, можно было бы сделать еще пласт термофолы и положить фанеру, скажем, 16 миллиметров плотную. Тогда еще было бы лучше, но пол, полу можно пренебречь, потери там минимальные. А самые большие потери идут сверху и в стенах, да, в первую очередь сверху. Ну, что ж, теперь мы выйдем из этого помещения и посмотрим с вами мои морозильники и другие, значит, места хранения. И я расскажу еще о некоторых способах хранения продуктов. Единственное, что, пожалуй, чтобы не забыть, и покажу сразу вам, как хранить правильно зелень. И, наверное, покажу это сейчас, потому как, чтобы не заходить больше и перейти в другие отделения. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас на полках даже хранится, посмотрите, зелень каким образом. Значит, мы берем пластиковый контейнер, ну, скажем, баночки вот такие, заливаем водой, потом помещаем туда пучок, ну, например, петрушки, кинзы, укропа, все, неважно. Так, чтобы была вода. Вода хорошая, качественная. Холодной водичкой заливаем примерно сантиметров 10, вставляем, одеваем пакетик и одеваем пакетик сверху, как капюшон. Значит, если вы закрыли герметично, то 2-3 дня можете не открывать, но если вы на дольший срок, а у нас были рекорды, мы храним так до 3 недель и более, только воду нужно менять каждые, ну, 4-5 дней, можно сделать дырочки, несколько дырочек сверху. Ну, у нас, видите, обратите внимание, здесь нет конденсата. Это потому, что мы поместили сначала без пакета, а потом пакет одели, когда температура сравнялась. И тут уже все прикроет. И оставляем вот такой воздушный слой, чтобы растения как бы могли дышать. Хотя, конечно, процессы при такой низкой температуре замедлены почти до нуля, вот поэтому-то как раз и хранится. И вы видели, какое качество. Вот так у нас хранится и кинза, вот, который, и шпинат, значит, и укроп, пожалуйста. Вот, какие пучки. Сейчас я вам покажу. Вот, вот какие. Тут укроп большой пучок, поэтому сделали такой огромный пакет. Я вам сейчас покажу. Вот, посмотрите, какой. Какой укропчик. Так, уберем его обратно. Вот, и, пожалуй, пойдемте с вами дальше. Ну, а теперь мы находимся с вами в моем техническом помещении. Вышли из холодильной камеры. Видим перед собой вот этот вот типичный для меня, у меня только такие модели, морозильник Липхер. Я выбрал их из огромной серии. У меня были и Вестфросты датские, и другие морозильники. Но я выбрал именно этот, эту модель Липхера, которая произведена еще пока и производят в Австрии. Даже не в Германии, тем более не в Польше. Хотя и там есть производство. Это первый их завод, первое предприятие. Самое высококачественное оттуда производство. Значит, служить они лет 30-40 должны точно. Потребляют всего лишь 30-40 ватт в час. А почти 500 литров. Это почти, ну, ничего. Благодаря очень хорошему теплоизолятору ППУ в особой плотности, толстым стенам вы увидите сейчас, я открою примерно сантиметров 10. Ну и высочайшей технологичной сборки. Компрессоры почти бесшумные. У меня даже есть знакомые, кто занимался в морозильном бизнесе. Они, ну, так сказать, владели огромными цехами. Так вот, ну, все идет вперед. Как говорится, они не все знают тоже. Я вот советовал для домашнего применения. Ну, там, в гаражах где-то у кого-то стоят, там, в домах, в подсобных помещениях. Просто благодарят. Там, бесшумные, удобные. Ну, нарадоваться люди не могут. А вот сегодня приезжал ко мне человек из одного, скажем, экопоселения. Он, скажем так, у него нет электричества магистрального. У них там от солнечных панелей через инвертор, преобразователь, в общем, от солнечных панелей идет на аккумуляторы. А потом через инвертор идет на 220. И он купил себе, ну, модель такую, только меньше на одну треть. Он, говорит, потребляет, но он назвал, я не помню, там, какие-то просто ваты считанные. Он говорит, я просто, вот я морожу туда и черешню сейчас, и все, так сказать, и там, и у него, ну, справляется более чем. То есть, может поставить даже несколько таких. Вот, это лучший вариант, советую всем. Все меня благодарят, кто, кому я советовал эти модели. Ну, хорошо, а теперь я расскажу главное. Как сэкономить электроэнергию и как сэкономить ресурс, то есть, увеличить ресурс, продлить срок жизни, может быть, даже в разы. Морозильником и холодильником. А это зависит от того, какая у вас температура в том помещении, где стоят холодильники и морозильники. Потому что, чем выше температура в помещении, тем компрессору надо чаще включаться, дольше работать, тем теплопотери будут больше, если выше температура. А представьте, вот плюс 20. У вас он будет включаться постоянно, каждый, там, ну, допустим, раз в 10 минут холодильник или морозильник. Если у вас тут, например, плюс 30, он будет практически без остановки, работать, он будет вот горячий. Вот сейчас он чуть тепленький в местах, где компрессор проходит трубы охлаждения. Вот он чуть теплый. А бывает, подходишь, например, к какому-нибудь морозильнику, где, скажем, вот, а на улице плюс 30, жара, ну, бывает же, он прямо раскаленный работает. Это ресурс, износ идет просто на износ. Если есть возможность установить холодильники, морозильники, где-нибудь в подвале, если вы живете за городом, или вот как у меня здесь стены 80 сантиметров, каменные, еще термокожух снаружи здания идет, у меня тут всегда летом на улице плюс 35, здесь плюс 20, 22. Так вот, здесь тогда получается так, что они включаются редко. Вот, кстати, сейчас включился, а у меня я засек по времени, сейчас второй, наверное, включится блок, второй компрессор вот этого домика, то, значит, камеры холодильни, то, значит, где-то раз в 30 минут, но сейчас на улице было почти под 30, сейчас вот дождик накрапывать начал, снизилась температура, а внутри у нас где-то 20-22. Это очень неплохо. Компрессоры буквально работают минутку-две, и все. Значит, был же у меня компрессор в подвале другой фирмы, там были большие теплопотери из-за того, что был нарушен термокожух, так вот, работал, когда летом, и большая температура высокая, без остановки практически. Вот почему важно правильно выбирать модель, которая будет способна объем заявленный с запасом процентов 30, значит, достигать той температуры, какой вам необходимо, то есть 30% от паспорта, и берите запас. И к тому же, я говорю, были у меня случаи, когда мне там просто пропадало, не уследишь, а для этого нужно предостраховку иметь. Кстати, у меня все мое хозяйство, ну, это в условиях хозяйства очень важно, когда риски большие. У меня, так сказать, стоит еще генератор, который включается в случае отключения вот в поселке, поселение, значит, электричество включается за 40 секунд автоматически, снабжает электричеством все. Поэтому это здесь тоже у меня предусмотрено. А вот эти лари, про которых я сейчас говорю, и за счет своей изумительной теплоизоляции, если внутри, допустим, снаружи помещение плюс, ну, 20, а вы заморозили, держите стабильную 25, то он дойдет до нуля за трое суток только. То есть это, если там полностью он забит, и продукты тяжелые, ну, допустим, ягоды, вот как у меня, перетертые сиропом, или цельные, то есть килограмм хотя бы 200 лежит, то это может там до 4 дней, вы можете, в принципе, особо не бояться, продукты не разморозятся. Вот такие прекрасные, такая техника. Значит, что еще хочу сказать. Если у меня, например, был бы, ну, у меня есть, я, к примеру, говорю, подвал, я бы с радостью держал морозильники именно там, потому что, если летом будет плюс, допустим, 12, как в подвалах, это во многих бывает, плюс 10, плюс 15, то тогда бы они работали редко. Экономия электричества, экономия срок службы самих морозильников. Кстати, у меня, вот, например, в моем поселении, под Ржевом, в моем хозяйстве, есть огромный подвал, были съемки оттуда, тоже будут вам показаны, кадры из моей записи, когда я говорил о экостроительстве, проводил семинар, я показывал людям. Там внутри плюс 12, когда было на улице плюс 35. Значит, в нем компрессоры включаются крайне редко. И это большая экономия и продление срока службы. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, что у нас в самом морозильнике, какая там температура. Ну вот сейчас у нас минус 28. Я вообще храню продукты при температуре минус 25, 28, смотря какие продукты хранятся. Это, в принципе, идеальный вариант. Ну вот давайте посмотрим. Вот здесь у нас морожка, значит, цельно замороженная. Здесь у нас и облепиха, и полевая клубника. Видите, какие замороженные коробочки-брикеты. Вот. Масса большая, термомасса. Поэтому здесь запас еще по тому, ну, значит, как бы резерв, если вдруг отключат электричество. Хотя у меня есть предостраховки в виде генератора, да? Вот какая толщина стенок. Я сейчас рукой вот это прямо опускаю, как отвес. Больше 10, где-то 12 даже сантиметров. Неправильно я сказал. Очень толстые стены. Чтобы компактно разместить в хозяйстве морозильные лари, мы, ну, или холодильные лари, это никакой разницы нет. Мы используем вот такие стойки. Когда мы при больших, высоких потолках, у меня 3, здесь 3,20, 3,20, мы размещаем вот таким образом в стеллаже второй ярус. Конечно, в них можно долезть на стремянках. Тем не менее, мы разместили так, чтобы это было удобно нам. Здесь у меня много, видите, вот в одной стойке в каждой по два ларя. Здесь у нас всего таких стоек 5-10 ларей, а всего у меня их десятки в разных помещениях. И тут нужно указать, здесь хорошо вам видно, что у каждого ларя есть решетка вентиляционная. Так вот, что я вам хочу сказать. Никогда не заставляйте ее чем-то. Здесь должен воздух проходить, охлаждать компрессор. Это очень важный момент, чтобы не сгорел, не перегрелся компрессор, и чтобы он, ресурс у него не отнимать. Вот. Чем выше в помещении потолки, тем и чем теплее внутри в помещении, теплый воздух идет вверх, верхние перегреваются. Здесь же у нас бетонные полностью, ну, то есть кирпичное само здание, потолки бетонные между первым и вторым этажом в потолке, потолок, это бетонная литая мощная плита армированная, потому как у меня там аквариумное хозяйство, находится там сотни тонн воды, и здесь у нас очень серьезное перекрытие, такой саркофаг бетонный, да, каменный, пол плита вот под, залитая сантиметров 40 под плиткой бетона, и здесь он прохладный, то есть более холодный, чем в, так сказать, на улице, и очень долго нагревается, потому что ведь это аккумулятор, термомасса, огромный холодный бетонный пол в сотни тонн весом, под ней земля, поэтому все за зиму аккумулируется, тут всегда, ну, вы знаете, что толстых где-то люди, вот если ездят на экскурсии, вы бывали наверняка в каких-нибудь там монастырях, где толстые стены, так сказать, всегда там прохладнее, это естественно, потому как камень, бетон, аккумуляторы, а значит, у нас идет сбережение тепла, и компрессоры реже включаются, техника служит дольше, вот, плотность, всегда нужно плотно, чтобы было закрыто, это проверять, доверху не набивать продуктами, и бывает с морозильниками часто такая история, когда вот кладете продукты, открываете, закрываете, а потом прилипает, как бы вакуум образуется за счет перепада температуры, как бы, и вы не можете открыть крышку, не рвите ручку, чтобы не содрать, есть хороший метод, берете резиновый уплотнитель в углу, и вот таким образом, шик, вот такой воздух уходит, поднимаете легким движением руки, фактически, это такой маленький еще дополнительный совет, ну, а теперь, пожалуй, посмотрим еще кое-что интересное, ну, а сейчас пару слов о хранении сухих продуктов, и опять-таки, все в этом помещении, посмотрите, вот у нас небольшой стеллаж стоит между двумя стойками морозильных вот этих вот ларей, да, здесь у нас пластиковые ящики, ну, тут перфорированные, суть не в этом, значит, внутри находятся крупы, или, допустим, как здесь вот белый рис, тут черный рис, лен, допустим, здесь вот у нас красный рис, это разные виды риса, да, с разных мест, вот этот пакистанский белый, и мы храним вот в таких пакетах картонных, бумажных, экологичных, вот, которые закупаем оптом, ну, значит, по 25 килограмм и более влезают в такой ящик, значит, удобно, но не обязательно хранить ящики на стеллажах, можно их штабилировать, для этого есть паз, это евро-ящики, они и тем удобны, что можно поставить на пол и штабилировать хоть до потолка, а разделив на виды, подписав, собственно, так можно хранить в погребах прекрасные, картошку и все остальное, кстати, если в пакетах, как я показывал, в холодильнике, то, например, ну, корнеплоды, скажем, то можно вот в прозрачных, вы все-таки, вы видите, через них при хорошем свете, что происходит, и проверять периодически надо, а можно хранить и в таких герметичных, как вы видите, вот эти красные, давайте их посмотрим, вот эти контейнеры, и что там хранится, с другой стороны. Ну, а вот мы видим эти красные, пластиковые, сплошные, ящики без перфораций, значит, здесь у нас прямо они штабилированы, что у нас здесь, вот арахис, овес, пшеница, и так далее. Можно хоть до потолка оставить, штабилировать, я очень люблю вот эти евро ящики, которые имеют паз-паз, видите, я их раскачиваю, они цельный столбом качаются, потому как входят сюда вот, вот, вот видите, значит, не вошел, вот он в паз встал, все, отлично. Как конструктор, очень удобно. Значит, чего они боятся? Они боятся ультрафиолета, если на солнце стоит открытым, они будут не только терять цвет, но хрупкими станут, и будут быстро ломаться, и они боятся низкой температуры, минус там 15-20, и, конечно, есть марки пластика, которые минус 30 держат, при этом эластичные остаются, но, тем не менее, я не рекомендую все-таки держать их при низких температурах, долго, а уж если держите, ну, я тоже держу, мне приходится, то я, значит, очень аккуратно, бережно с ними обращаюсь, когда заморожен любой пластик, движений резких, сколы сразу будут и потрескаются. И это просто, чтобы разумно, так сказать, относиться экономно, по-хозяйски, нужно учитывать и эти моменты. Ну, вот те самые сплит-системы, которые у меня стоят на большом холодильном контейнере, который 30 кубометров, вот они, сейчас я их покажу чуть в приближении, вот обратите внимание, в приближении эти блоки, системы RevoCold, вот их управление, 0,7 градуса, и температура стабильно, очень долго, не поднимается ни на 0,1 градуса, теплоизоляция идеальная, и блоки, работая синхронно, быстро понижают температуру, и долго температура не уходит, не меняется. А вот давайте развернем камеру, и посмотрим, что у нас здесь. Вот какая у меня толщина стены, огромная. За стеной вы видите, вот забор участок, уже там, скажем, соседа, и вот холодный воздух, окно открыто, специально поступает, идет, охлаждает блоки. Собственно, я использую либо окна, либо это мощная вентиляция в других у меня системах. Ну, а вот как раз этот блок, вид с торца и окно находится прямо напротив блока. Это очень для охлаждения, для вентиляции удобно. У меня окна со стороны двух стен, то есть на блок идет хорошая продувка. Ну, а теперь мы находимся на улице, на внешней части, значит, здания, вот это помещение, где мы находились, находится вот за этими воротами, откатными, подъемными, значит, мы на улице, над нами навес, здесь въезд, потолки позволяют до навеса любую машину сюда подогнать в хозяйстве, все должно быть удобно. Зимой, летом, дождь, снег, град, не важно. Машина подъезжает, разгружается, ворота мы открываем изнутри, спокойно туда все заносим, и в холодильнике, в морозильнике размещаем. На улице у нас, в стоечках, вот удобно, тут для перевозки воды, ну, это, к примеру, здесь контейнеры термические фирмы, это американский Ирло, Игло, Игло, вернее, Игло, ну, можно это, к примеру, неважно, их много фирм разных, они удобны, по 120 литров, по, даже по 150 есть, так и по метр 70 длиной, двуручные, до удобства перевозки, и большие грузы, все-таки можно перевозить, здесь у нас, герметичная крышка предусмотрена, если перевозить воду, можно слить, не поднимая тяжести, если это требуется, это даже для рыбохозяйств удобно, вот как у нас, аквариумное хозяйство очень большое, и к тому же, прудовые, поэтому мы их еще используем и для этих целей, а продукты тут можно сохранять, ну, до суток, если большой, большая масса внутри продукта, если килограмм 40 замороженные, минус 25, то сутки они будут находиться, если температура на улице, плюс 25, здесь маленькие контейнеры, очень хорошие, они мне нравятся, пластик очень прочный, фирма Изотерм, это тоже американская, очень прочный пластик, вот это я прям доволен, изумительно, вот именно этими контейнерами, значит, внутри мы кладем вот такие пластины, которые, собственно, замораживаем, и это термомасса, ледяной холод, который мы закладываем продукты сверху и снизу, ими кладем, и даже при высокой температуре, плюс 30, до суток, если килограмм 10 туда положить, они будут держать, ну, скажем, до минус 10 останутся, а вот это термофол, про который я рассказывал, но только этот тонкий, а мы используем еще толстый, для обклейки внешних, внутренних стен, тех помещений, либо холодильников, которые нам нужно дополнительно усилить теплоизоляцией, а вот этот фольгированный слой, который просто клеится на стенку, вот таким образом клеится, если с этой стороны липучка, они разные виды термофола существуют, вот так они клеятся, отдирается пленка, по размеру вырезается, и разглаживается, все, инфракрасные лучи тепловые отражаются, холод тоже остается, помимо того, что если толщина сантиметра, это хороший теплоизолятор, сам по себе дополнительный, он перекрывает стыки панели, если, например, у нас идет вертикальный стык, мы полностью проклеиваем, и у нас дополнительная термозащита, а в швах уже холод не просачивается, или тепло, ну, соответственно, холод не уходит, нам надо сохранить холод, как раз в данном случае, хотя этот термофол применяется сохранить и холод, и тепло, про это я вам еще немного расскажу позже. Для перевозки больших объемов замороженных продуктов или сильно охлажденных, на большие расстояния, мы, в общем-то, делаем такие контейнеры термические, которые гораздо лучше любых там американских и даже японских. Значит, что мы делаем? Мы берем из фанеры влагостойкой, которую, конечно, пропитываем и лакируем, вот такие ящики определенных габаритов, ну, под наши цели, скажем, баночки нашей ягоды знаменитой, перетертой сиропами, да, топинамбурой виноградной, вот такие небольшие по 0,4 литра, штабилируются так, что здесь вмещается там их 500 штук. Значит, мы делаем такие ручки, удобные, а из армейских ремней, значит, другой фанерой, вот таким образом, прикручиваем к этой поверхности, тем самым можем переносить, ну, конечно, не полностью замороженные, тут нужно быть гераклами, но, так сказать, имеется в виду сами, по себе-то они тоже нелегкие, но зато их можно поставить спокойно куда угодно, в прицеп, в какой-нибудь, вот как мы, в Land Cruiser 78, который сзади, там, 2 метра пространства длины, в любой пикап, куда угодно, и хоть под открытым солнцем, там, и хоть при какой температуре вести, почему, ну, посмотрите сами, почему, сейчас я вам это покажу. Значит, это у нас такие, вот, смотрите, вот крышка, она подгоняется так, что идеально, видите, как она открылась, это термофол, и вот о чем я как раз говорю, здесь у нас фольгированная часть, тут у нас сантиметр, приклеен к 2-сантиметровому термофолу, здесь стенки по 4 сантиметра термофола, полностью оклеены, и получается такой кубок-контейнер, с плотным-плотным прилеганием, вот, и даже мы перевозим, ставим один на другой, плотность колоссальная, можно вставать ногами, прыгать, так сказать, что угодно, ничего с ним не будет, ну, и он достаточно, не такой уж и тяжел, в общем-то, очень удобно, то есть мы под своей цели делаем контейнеры еще и сами, мы с вами находимся под навесами, я вот сейчас нахожусь под одним огромным навесом, здесь у меня приезжают машины, и два въезда с одной стороны, и вот, где вот этот лэнд-крузер стоит, еще боковой въезд, тоже, обратите внимание, это другие въездные ворота, не те, что мы где находились, когда говорил я про подкатные ворота, и за ним находящийся большой холодильный на 30 кубов контейнер, здесь у нас тот самый уникальный вот морозильный домик, про него я буду сейчас говорить, а пока скажу вам вот о этих, мы же говорим еще и о перевозках продуктов, о их сохранности в пути, потому что тут может быть, знаете, продукт хорошо приготовлен, правильно заготовлен, и хранился где-то на месте заготовки, а потом вы решили перевезти с дачи, там застряли в пробке, и собственно вот уже в квартиру попали продукты размягшие, а двойное заморозка недопустимо, для многих продуктов просто опасно, вот здесь у нас уникальные эксклюзивные военные контейнеры, они сделаны из того же внутри ППУ материала пенополиуретаны, из которого делалась и космическая станция МИР, их скидывали, вот они настолько прочные, тут многослойные алюминия внутри ППУ, что их скидывали прямо с вертолетов, значит мы откидываем крышку, и что мы видим? Значит здесь мы его усовершенствовали, мы чтобы вот через эти резины, хотя они прочные, достаточно и широкие, а мы увеличиваем зону охвата прилегания, вот этих 8 сантиметров, к крышке, к стенам, мы дополнительно сделали, прям размер, прям миллиметр в миллиметр, вырезали еще лист термофола двухсантиметровый, видите, фольга с одной стороны, мы ее как раз складем к продукту, она как бы холод задерживает дополнительно, помимо крышки, вот трое суток вообще не будет разморожено ни капли, а здесь вот, как вы видите, вот эти наши ягоды, замороженные с сиропами, да, находятся, и вот таким образом мы укладываем, если их чуть больше, заподлицо прямо, а можно резинки обрезать, было бы тут наклеить термофол, он бы прижимался уже к корпусу, непосредственно, значит, поверхностью термофола, то есть всей шириной 8 сантиметров, ну, какая ширина стенок, и берем мы теперь спокойно, вот таким образом, значит, оп, и закрываем, все, готово к транспортировке, прекраснейший вариант, ну, не у всех такие возможности контейнеры есть, поэтому я рассказывал о бытовых, которые можно в любом интернет-магазине купить, рассказываю о серьезных профессиональных таких, о таких, которые мы делаем сами, тоже вам рассказал, показал, значит, очень важно, если хозяйство серьезное, предусмотреть удобство доставки, приезда, разгрузки, все нужно учитывать, ну, а теперь посмотрим морозильный домик, вот вы видите, значит, за дверью находится, сейчас мы туда войдем, вход, прихожая, тамбур, а дверь, ну, такой мощный, укрепленный, тоже и термическая, изоляционная, в этом тамбуре всего одно окно, и больше в этом домике со всех сторон, конечно же, нет ни одного окна, это понятно, потому как сам дом является, за вот этой отделкой находится, стена в 30 сантиметров ширины, с мощным, единым залитым ППУ, той самой пеной, теплоизолятором, я люблю предостраховываться, люблю, готов вложить один раз больше денег, но зато потом тратить меньше, такой я человек, то есть, значит, что я сделал, космическая станция МИР у нас имела ППУ, толщину обшивки 8 миллиметров, ой, извините, 8 сантиметров, разумеется, здесь у меня 30 сантиметров, вот, можно представить, что теплопотерь почти нет, и компрессоры включаются, работают крайне редко, сейчас включается вообще уличный компрессор, у меня их так же, как и на холодильном домике, здесь две сплит-системы, тоже реваколт, одна находится, через стенку проходит, вот в этом домике, а это у меня техническое строение, где, ну, мастерская и хранилище, там тоже стоят, кстати, морозильные лари, липхер, которые мы видели с вами, и много-много другого материала, в длину он идет на, значит, 8 метров, шириной он 5 метров, и, значит, является техническим, вот вы видите, слышите, наверное, включился компрессор на улице, с противоположной стороны, на улицу смотрящей, вот стены длинной, домика морозильного, а у меня находится еще и второй компрессор, он стоит и выходит, вот в этот домик, для чего? Посмотрите, как разумно можно поступить, его нужно отапливать, сюда мы изначально коммуникации не подводили, построили всего лишь 2 года назад, ну, 3 уже прошло, а хозяйство у меня тут больше, уже 15 лет, ну, решили построить, сделали навес от дома, односкатный, большой, который перекрывает вот эти 2 домика, а здесь у нас морозильный, вот эта сплит-система блок выходит в него, ведь второй-то блок, один-то мороз гонит в помещение, в домик морозильный, в контейнер, неважно, а второй блок, он жар, тепло, правильно, которое остается, выделяет, огромные, много, тут, скажем, у меня же они трехфазные, разумеется, профессиональные, промышленные, всегда трехфазные, что в холодильном домике, что вот здесь, и, соответственно, киловатта по 2,5, но это достаточно экономичные, так вот, энергии выделяется, тепла очень много, и поэтому зимой мы тут вообще не топим, а даже форточки открываем, иногда, если на улице минус 30, чуть-чуть, чтобы внутри было всегда где-то, если плюс 10, 15, и тогда, во-первых, не нужно топить само помещение, а система в холостую не выкидывает горячий, ценный, так сказать, энергию, тепло на улицу, да, зачем это нужно, когда мы можем двух зайцев убить, и блок будет работать, как ему и положено, но он будет еще и обогревать помещение, техническое, что в этом плохого, или гараж, это можно сделать, так что тут уже воля воображения, главная идея, ну а теперь перейдемте, посмотрим, что у нас внутри, вот этого входа, тамбура, и посмотрим, что у нас в морозильном домике, и как он устроен внутри, дорогие друзья, мы с вами находимся внутри, посмотрите, какая прекрасная акустика, какой звук, тишина, как говорят, гробовая, потому что под нами, под полом этого тамбура, над потолком, за этими стенами, за этими стенами, за этими, за всеми, 30 сантиметров, ППУ, теплоизолятора, сплошно монолитно запененного, к тому же, еще и с термофолом, и снаружи, изнутри, слои сделаны, то есть у нас мощнейший кожух термоизоляционный, такой, что точно никто так не строил, и здесь уже у нас идет, просто красивая вот такая отделка, светодиодное, как везде у меня освещение, здесь входная дверь, значит, слева от камеры, вот от обзора вашего окна, которое мы видели с улицы, а здесь система управления, эта дверь, вход в непосредственно морозильный, вот этот домик, куда мы сейчас с вами зайдем, толщина 15 сантиметров, самой двери утепления, а за ней еще одна дверь, и вот эта стена, перегородка, тоже 30 сантиметров, как я уже сказал, значит, выключатель света, это контроль, включение, и подогрева уличного блока, а в каждом авто идет в комплекте, к серьезной, профессиональный, как у меня система Реваколд, отопление контура, если зимой, чтобы между включением и выключением не замерзала жидкость, которая циркулирует на улице, и каналы, и конденсата не было, там утепление, и к тому же подогрев, вот горит один блок, сейчас работает, второй, где внутри соседнего здания, куда выходит мастерскую, скажем, обогревает, он выключен, нет смысла летом, это зимний вариант, а две системы, это всегда страховка, как у меня и с холодильным, таким, значит, камерой домиком, назовем так, да, также сделаны две дублированные системы, если что, спокойно мастер приезжает, мы не нервничаем, не ждем, работает другой блок, а один, так сказать, можно будет потом отремонтировать, хотя у нас такого вот за, вот, три года не было ни разу, системы надежные, да и всегда, так по закону подлости, один будет, был бы, может быть, два есть, как у меня два насоса, например, подсоединены к ручью, роднику, вот в деревне, где я провожу разные свои семинары, в моем хозяйстве, да, аграрном, там у меня текут, вот, под горой ручьи, родники, и там в кольце был насос один, значит, когда был один зимой, когда самый большой был мороз, промерзлой воды, в дом вода не шла, была целая проблема, костры разогревали, там у меня люди сидели, а на следующий год, чтобы такого не было, поставили два насоса, и больше такого никогда не было, четыре года, это закон подлости, хорошо, дальше смотрим, вот, минус 24,6 показано, это у нас внутри камеры, сейчас температура, этот блок, ревоколдовский, внешний выносной, это сплит-система, которая работает, ну, в метрах она, у нас, вот, значит, домик внутри, 6 метров длиной, морозильный, и за стенку она выходит, значит, стоит блок на улице, здесь температуры показаны, дополнительно, какие у нас внутри, это блоки страховочные, и, так сказать, показывают температуру, это щит управления, а это электроника, значит, которая приходит сюда, датчики слежения, и блок, который позволяет, он сейчас у нас закрыт, я даже вот открою, наверное, вам покажу, блок, который позволяет, значит, при том, что если у нас вдруг датчики покажут, температура повысилась, скажем, должно быть, минус 20, 24, 25, а у нас 18, то сработают датчики, пошлют сигнал на сотовую связь, мне, еще моим людям, чтобы у нас, мы приняли меры, посмотрели, а что случилось, вдруг произошло какой-то сбой, или электричество, отрубилось, а генератор почему-то не включился, или еще, это дополнительная страховка, вот тут блоки, инструкции, вот тут мигает электроника, блок посылает сигналы, вот такая вот система, она будет не лишней, если у вас на огромные деньги лежат продукты, это правильная система, вот здесь на случай зимы, поскольку здесь отопления нет, а все-таки это морозильная часть, вся, да, несмотря на такое изумительное утепление, ну там-то морозильник, и на улице минус, мы ставим обязательно и обогреватель, где ставим, скажем, на минимум, на 10 градусов плюс, и он редко-редко включается, и прекрасно держит здесь температуру плюс 10, которую, собственно, вот и больше и не нужно. Давайте теперь зайдем, посмотрим с этой ракурса, и зайдем внутрь. Ну вот, кстати, видно, что здесь даже термофолу тут оставили мы, чтобы видно было, как это есть датчик, когда горит, соответственно, свет там выключен, вот мы открываем вот эту дверь, посмотрите, вот каким образом, вы видите, что здесь термофол, здесь полностью портал, блок, дополнительно термофолом обклеен, и сама дверь, вторая дверь, здесь у нас тоже термофол, дверь эту мы сделали сами, используя фанеру, внутри, значит, термофол, и кожух полностью всю обшили тоже термофолом, эта дверь тоже 10 сантиметров, вот мы включаем свет, и теперь давайте мы зайдем и посмотрим, что же у нас там находится, это очень интересно. А вот мы находимся внутри морозильной домика моего, сейчас сработал тот самый уличный блок, потому как я открыл дверь, огромный вот этот поток мороза пошел туда, вот сейчас выносят вентиляторы, пропеллеры тут все продувают, тут уже мощнейшая продувка, чтобы внизу и вверху была температура единая, посмотрите, тут тоже термофольный потолок, а сверху 30 сантиметров ППУ, здесь хранятся вот те самые баночки с ягодами, здесь другая продукция, стеллажи внизу, вот все у нас здесь забито, очень большое пространство, очень холодно, минус 25, поэтому я, пожалуй, отсюда выйду, главное, показал вам идею, суть, значит, вот, собственно говоря, наверное, вы все уже увидели и поняли. Ну, а теперь, пожалуй, мы все посмотрели, с вами холодно, выйдем из нашего морозильного домика, и, собственно говоря, так сказать, пойдем смотреть что-то еще интересное. Соседнее строение с нашим морозильным домиком, это техническая часть, где, в общем-то, мастерская, но сейчас по большей степени тут стоят морозильные, тоже лари, и хранится зерно. Это помещение очень сухое, потому как термоизоляция идеальная, вы видите, даже дверь изнутри покрыта вот этим термофолом, дверь железная, но железное дерево внутри, несмотря на то, что оно запенено, тем не менее, или иной в нем, значит, термоизолятор, все равно металл имеет точки соприкосновения с металлом внутри, в местах соединений, стыков там, и это, конечно же, уязвимое место, поэтому мы дополнительно утепляем. Стены толстые, 30 сантиметров, все утепленные великолепно, и сейчас здесь очень сухо, ну, на улице, во-первых, днем была жара, и летом, значит, несмотря на то, что система вторая здесь летом, конечно же, не работает, иначе никакой вытяжки не хватило, но представьте, только лишь тепло, выделяемое компрессорами, позволяет здесь держать температуру, если на улице 20, то тут может быть и 30, поэтому мы открываем окна, и проветриваем. Давайте зайдем и посмотрим, что и как там хранится. Ну, вот вы видите морозильные лари, это, значит, L-Cold, это тоже датская фирма, на 800 литров, большой морозильник, значит, здесь это стоит у нас West Frost, тоже датский, тут еще механически, вот мы можем регулировать температуру, но здесь встроенная электроника, дополнительный блок, есть такие мастера, которые делают на таких старых системах, которые можно в диапазоне от плюса любого до минуса, там, скажем, 25 регулировать. Вот, то есть он и как холодильник может работать, и как морозильник. Здесь классический наш любимый липхер, и там они стоят, а здесь мы храним, значит, делаем такие стеллажи, ведь смотрите, холодильник на полу, ну, собственно, вот как здесь, можно, конечно, сделать полки, но ведь крышка открывается, и не совсем удобно, удобнее использовать, когда внизу у нас какая-то, например, вот как здесь металлический такой стеллаж, под которым мешки с зерном, вот как сейчас здесь стоят с рисом, с, значит, другими крупами, ну, а здесь мы можем использовать, конечно, полки для более легких каких-то материалов, вообще здесь планировался зона верстаков, поэтому мы временно тут ничего и не делаем, а лари, когда уберем отсюда, уже будем использовать, как это нам нужно. Ну, и вот так здесь под каждым стоит зерно, таким образом мы можем эффективно использовать хозяйство. Тем более для зерна нужны условия как раз сухость, воздух, а здесь очень сухой воздух, потому как компрессоры, работая, выделяют тепло, и вот здесь даже, я говорю, на 5, а иногда на 10 градусов температура выше, чем на улице. Вот такая хорошая теплоизоляция у нас сделана самого помещения. Вот эти специальные платы, которые вставляют и, значит, мониторчик, есть такие мастера, которые старые определенные модели некоторых морозильников могут вставлять, и тем самым у нас морозильник превращается еще и в холодильник, если мы захотим. В данный момент он работает в режиме морозильника, сейчас минус 21,3 видно, легко программируется, можно сделать плюс 2, только надо помнить, всегда внизу холоднее, датчик ставится где-то посередине, надо иметь в виду, внизу у нас может быть, если вы поставите 0, быть минус 2, а наверху плюс 1, поэтому показания берутся в центре. Когда морозильник, здесь более-менее равномерно все распределяется, и тем не менее, внизу все равно более низкая температура. Ну, а здесь у нас вот огромный вот этот элколдовский морозильник, здесь у нас сейчас хранится, даже вот покажу, к примеру, вот клюква, как камень, но рассыпная, не прилипшая друг к другу, потому как мы правильно замораживаем. А что значит правильно? Клюква должна быть собрана, очищена от, например, или любая ягода, от веточек, от плодоножек, потом она замораживается в лотках, в рассыпную, прямо в морозильнике, можно в камере, можно в бытовых условиях в маленьком морозильном отделении, потом уже замороженное пересыпается в пакеты, двойные, одинарный пакет никогда не используйте, порвется, все рассыпется, только нервы будут. Двойные пакетики, и вот они уже спокойно так будут храниться сколько угодно. А вот как раз тот случай, о котором я рассказывал. Видите, я открыл, и нельзя открыть, сейчас ручку буду дергать, разорву, а я беру просто за угол, вот по резиночке, по этой угол, и вот так оп, и поднимаю, и вот он, видите, как легко, так я рвал его, а так легко он открылся, спокойно. Вот такие приемы могут быть, тоже применяться, простые, очень эффективные, чтобы не навредить, так сказать, вот в том числе, механизму. Ну, а это те самые въездные ворота, для удобства, видите, сделан навес, который идет прямо от длинной стены, собственно, там две стены образуют букву Г, и вот идет единый скат, большой со второго этажа, да, под окон второго этажа, и здесь всегда машина въезжает, легко, грузовая любая, и можно разгрузить, вот в те ворота, они подъемные, и там уже находится холодильный, большой вот этот наш, значит, назовем его домик, или камера холодильная на 30 кубов, и много морозильных ларей. И, собственно, в других помещениях тоже расположены морозильники, здесь все для этого предусмотрено. Мы находимся у меня в подвале, в моем ближнем хозяйстве Подмосковья, спускаюсь по лестнице с первого этажа, здесь небольшой холл и две комнаты. Одна, это небольшая морозильная, вот с такими, тоже двумя дверями, мы немного туда позже заглянем. Ну и сейчас я иду вот через эту толстенную 60-ти сантиметровую стену, кирпичную, в наше, так сказать, подземелье, наше хозяйство. А хозяйство – это подземная комната, погреб, где хранится много всякой, скажем, провизии. Подвал – это классика хранения овощей, так сказать, консервов. Ну, в общем, что тут можно сказать нового? Пожалуй, только скажу, что мой подвал до плиты перекрытия полностью находится под землей, то есть это не полуподвал, а полностью. Подвальное помещение, толщина стен здесь 60 сантиметров, залит по периметру, бетоном, монолитное бетонное сооружение, а кирпич – это прекрасная внутренняя облицовка, это достаточно красиво, пол тоже сделан, выложен из кирпича, ведь кирпич еще являлся опалубкой, и для залития бетона, то есть внутреннее дерево не нужно было использовать, выносить, выкидывать, лишнюю работу делать, то есть фактически это, так сказать, экономично и очень красиво. Подвал, конечно, практически любой имеет повышенную влажность, поэтому у подвала есть ограничения по хранению. Во-первых, ограничение связано с температурой, что зимой, так сказать, здесь, ну, температура вполне порядочная, и в зависимости от того, есть вентиляция, нет, от других факторов, от температуры на улице, температура может колебаться плюс 2, плюс 7 градусов. Соответственно, если есть заглушки, вентиляторы, какие-то вытяжные, так сказать, короба, то регулируя их, впуская холодный ледяной воздух, можно, во-первых, снижать влажность, и тем самым, к тому же, дополнительно увеличивать, так сказать, температуру отрицательную, ну, то есть, соответственно, доводить до той, какой вам нужно. Вот, для меня это там плюс 4-5, больше не нужно. При этих условиях, в принципе, на зиму вполне можно обеспечить себя и сохранить урожай и картошки, и, так сказать, капусты, но я предпочитаю сейчас это делать в моем хозяйстве, в до ненавнего времени мы так и делали, а потом решили перейти к более, ну, как бы это назвать, цивилизованному, нет, но удобному, на самом деле, способу хранения в холодильных камерах. Вот, как я вам вчера показывал большую камеру мою, как там это все происходит. Значит, в подвал нужно опускать, поднимать, ну, это достаточно трудозатратно, к тому же, гораздо чаще нужно перебирать продукцию, проветривать, ну, то есть, температурные условия, я говорил, каждый градус плюс, это некий минус к трудозатратам. Вот, здесь же идеально хранить консервы. Безусловно, то есть, вот мы видим вот этот сок, например, виноградный, тут у нас, ну, и мед, кстати, прекрасные условия хранения меда в подвале, потому что мед вообще хранится там чуть ли не столетие, так уж, по большому счету, если восковую пробку сделать сверху, закатать крышкой, либо просто даже пластиковой закрыть, может храниться неограниченно долго, только вот в стеклянной все-таки таре, я советую, либо в деревянных катках лучше вот в стеклянной таре. огурцы, что угодно, перцы, консервы любые, ну, в данном случае, вот еще орехи тут хранятся у нас, грецкие, но скажу вам так, что подвал, вещь, конечно, штука хорошая, объем его большой, под домом сделать можно, но сейчас я рекомендую всем, когда я читаю лекции и провожу практические занятия, семинары на тему экологического строительства и вообще экономичного строительства, я бы делал подвалы так называемые высокие, то есть, когда сооружение делается на земле, то есть, фактически на уровне почвы, дренажируется, безусловно, а, значит, варианты материала могут быть разные, но главное, что, значит, подвал будет насыпным, то есть, по-моему, ставится здание, а сверху глина, земля от вырытого, например, фундамента дома, от вырытого котлована, пруда, ну, да бог, откуда может быть, так сказать, земля, это проблема-то нет, обычно проблема при строительстве другая, надо заказывать машины, вывозить то, что вы вырыли, а теперь, это действительно землю можно использовать эффективно, никуда не завозить, на этом экономить, рыть котлованы достаточно дорого, да и бетонирование серьезное, сложное, подземное, в общем, возможны ливни, обрушения, вымывание глины, земли, ну, в общем, наверное, вы знаете, кто сталкивался, значит, если подвал накрыть слоем земли, глины, значит, метра два по периметру, то есть, когда у нас идет, например, пусть прямоугольное здание, другой вопрос, как построить, что, чтобы не протекало, чтобы было крепкое, все на то есть расчеты, сверху сделать такой, как бы, холм, и дверь, безусловно, чтобы двух, две двери, то есть, как бы, через тамбур, вот тогда такой подвал будет более сухим, такой подвал будет зимой очень холодным, летом, ну, температура не должна быть выше, если правильно сделать, плюс 12 градусов, в таком подвале можно сделать камеру с ледником, куда очень удобно замораживая на улице, когда погода позволяет зимой заталкивать через отверстия специальные ходы, лед, делать ледник, ледяную камеру можно сделать, собственно, как и делали это у нас до революции, ну, до, скажем, появления, так сказать, электричества и возможных возможностей с этим связанных, компрессоров, там, и так далее, развития техники, оборудования, вот, это было достаточно эффективно, в таких местах предусматривается слив, опять-таки, вывод на дренаж, в нашем случае, раньше это были канавы, короба, которые уходили под уклон, куда-то во враги, ну, собственно, это можно посмотреть, вот, кто москвич, музей Коломенское, да, везде, в любых там, монастырях это делали, в общем-то, найти это несложно, очень экономично, они требуют электричества, требуют трудозатрат, но, на самом деле, не таких больших, если сделать формы, заливать водой, что несложно, лед замораживается, значит, и туда брикетами этими опускать, прокладывая соломой, накрывая в отсеке, в подвале, то, в общем-то, это не так-то уж и трудозатратно, ну, даже интересно, кстати, значит, раньше это делали, просто выпиливали на реках, такие, ну, или на озерах, ледяные глыбы, которые потом на санях, на повозках отправляли в место, так сказать, складирования, и урожай, в принципе, сохранялся, те же ягоды, в таком свежезамороженном виде, сохранялись до весны, даже до лета, так что тут зависит от многих факторов, утепления, толщины стен, глубины залегания, ну, от многих-многих иных, вот, значит, это говоря о подвале, в подвале у меня есть еще и вот аквариум, кстати, тем, кто занимается аквариумистикой, либо хочет начать заниматься, холодные подвалы, это прекрасные места для содержания, разведения интересных видов, ну, например, вот амфибий, как здесь у нас сидят эти чудесные белорозовые аксолотли, это такие неотоническая стадия мексиканской амбистомы, это отряд хвостатых амфибий земноводных, ну, к которым относятся тритоны, саламандры, так вот, это вот амбистомы, это родственники, грубо говоря, саламандр, ну, которые вы более представляете, я так понимаю, да, аксолотли, в общем-то, очень интересные животные, я занимаюсь, занимался и 20 лет назад разведением этих интересных животных, ну, и, в общем, это достаточно интересное, может быть, даже времяпрепровождение, если подвал такой культурный достаточно, он прохладен, я вообще против кондиционирования, но вот подвал, это даже может быть какая-то комната, место, допустим, даже и отдыха семьи иногда, то есть, вот таким образом можно совместить приятное с полезным, я очень много знаю людей, кто сделал в подвалах или в подземных, скажем, сооружениях, комнатах, интересные места отдыха, в том числе, прохлада, когда невыносимая жара, это прекрасно, и можно сделать, даже совместить вот с таким вот времяпрепровождением, поставить диван, так сказать, наслаждаться какой-то красивым видом, общаться, кстати, в подвалы, если нет электрики, в подвале каналов, проводящие связь, сотовый, прочие, прекрасные места для изоляции, вот вредоносных электромагнитных колебаний, которым окутано сейчас все, и тем более, если это где-то далеко достаточно от цивилизации, а если уж близко, так тем более иногда и прекрасно. Кстати, в подвалах очень хорошо можно спать, именно по той же причине, что вы просто не будете ощущать, ну, скажем, организм ваш не будет ощущать, не сознание, а подсознание, именно организм, да, биология, скажем, тело, биохимия наша, вредоносных воздействий различных электромагнитных излучателей от сотовой связи, от этих Wi-Fi и кабелей высоковольтных и прочих и так далее, и так далее. Вот, это тоже прекрасный вариант. Из хола маленького вот этого тамбура внутри уже подвала под землей у нас, как я говорил, две двери, и вот одна из них, вот эта железная дверь, это еще одна морозильная камера, которая изначально у нас была первично установана много лет назад. собственно, вот ее такая сплит-система выносная на штативе, где датчики, компрессор, где автоматика, ну и контроллеры, еще один вентилятор, чтобы выносить, так сказать, он синхронно включается, дополнительно охлаждая компрессор, выносит горячий воздух в проем, так сказать, на первый этаж, вот туда наверх. Ну, а это у нас, собственно говоря, вход в подвал, давайте зайдем и посмотрим. мы видим опять две двери, каждая отделанная термофолом, видите, дополнительную. Мы включаем, и вот, пожалуйста, посмотрите, дверь, и что мы видим внутри. Камера внутри у нас представляет из себя многослойная отделку пеноплексом, термофолом, тут более 15 сантиметров, ну, а за стенкой вот это идет уже, конечно, кирпич. Здесь стоит блок подвешенный, по которому, собственно, холод загоняется внутри камеры, ну, и датчик температурный, а здесь мы размещаем ящики, собственно говоря, на лето мы его, как правило, отключаем, летом это не так эффективно, потому как все-таки холод уходит и через стены, то есть теплопотери больше, чем зимой, поскольку в подвал земля все-таки на определенный уровень от поверхности замерзает, и тепла тратится гораздо меньше, холод экономится, теплопотерь меньше, вот, значит, да и потом у нас сейчас построен новый вот морозильный домик, который, в общем-то, вмещает в себя большое количество продукции и много-много отдельных ларей. Это гораздо эффективнее по энергозатратам, но, тем не менее, это резервные хранилища, к тому же, здесь можно круглый год хранить то, что, ну, какие-нибудь консервы и так далее. Кстати, обратите внимание, ведь пол поднят от уровня тамбура и соседней комнаты сантиметров на 20-25. Во-первых, это утеплитель, во-вторых, конечно, это предотвращает, если подвал по какой-то причине вдруг может засочиться, просочиться вода, подтопить, то это страховка, ну, собственно говоря, так должно быть, если вы делаете в подвале какую-то холодильную или морозильную комнату на всякий случай. Вот. Ну, в общем-то, это вот таким образом мы сделали такой кокон теплоизоляционный. Здесь можно поставить, конечно, и стоечки. Вот у меня еще влагостойкая фанера постелена на полу. Вот это черное ламинированное как прочный материал, на который можно ставить тяжелые грузы а всей своей поверхностью давление гораздо снижается на теплоизоляционный материал. Его не поведет, не оторвет таким образом. Ну, в таких ящиках, которые вы уже прекрасно представляете, овощных, мы храним, в том числе, в замороженном виде продукт. Особенно это удобно, когда рассыпные какие-то ягоды, овощи, нарезанные грибы, да, замороженные в пакетиках, где подписано на каждом ящике, что это такое, допустим, и у нас они стеллажируются штабелем один над другой. Удобный остается проход, слева, справа у нас стоят вот, собственно, ящики. Только скажу так, значит, когда компрессор включается в режим оттаивания, то вода, лед, значит, вода стекает, он прогревается, чтобы решетку свою, отдающую вот этот холод, очистить, и, собственно говоря, капли воды падают, замерзая, образуют такие стеллактиты. Поэтому имейте в виду, ставьте в эти места какие-нибудь подносы, поддоны, чтобы потом убирать. Ну, не ставьте ящики с продуктами, потому что будут бугры за рожь замерзшего льда, и это, конечно, придется отколачивать, убирать, в общем, крайне неудобно. Так что, вот такой нюанс. Ну, вообще, в новых системах, хороших, вот как у меня ревакол стоят, значит, морозильные, такого просто нет, значит, потому как здесь не идеальная теплоизоляция агрегата, он старый достаточно, ну, в общем, скажем, не такого уровня, поэтому здесь есть изъяны. В общем, это нужно учитывать, подбирать лучшие, современные модели, и на этом не экономить. Ну, это было поставлено чуть ли не 10 лет назад, поэтому, конечно, тогда всего этого еще мы не знали, и доверились специалистам. Вот. Ну, наверное, на подвале мы сейчас остановимся, и пойдем дальше. Начало лета это особая пора, когда можно заготовить впрок и заморозить много прекрасных, ценных и целебных трав. Это сныть, крапива, это молодые листья березы, это листья дуванчиков, все это прекрасно, так же, как, кстати, огородные культуры, петрушку, укроп, сельдерей, вот все, 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 что мы знаем и выращиваем, мы можем прекрасно кинзу, ту же самую, докрест, салат, заморозить, если мы правильно процесс это сделаем, заморозки, транспортировки, о чем я уже говорил, чтобы не подразморозилось, особенно имейте в виду, когда транспортируется в замороженном состоянии зелень, ведь она весит мало, объем занимает большой, термомасса, тем самым, маленькая, потому что масса сама по себе небольшая, поэтому нужно использовать как раз высокого качества теплоизоляторы или перевозить зимой, все равно используя теплоизоляторы, или перевозить их, используя большое количество замороженного холода, например, березового сока, замороженного, кстати, который прекрасный, только единственный способ консервации, это заморозить березовый сок, только тогда в нем сохраняются питательные все свойства, не окисляются, за счет большого содержания железа, других минералов в соприкосновении с воздухом происходит сильное окисление, не происходит порча этого продукта, а консерванты никакие не допустимы, используя вот хранение березовый сок, когда он уже окислен, когда он мутный, когда он хранится там, не пойми с чем, там с чем, хоть даже с лимонным соком, хоть с чем, я уж про термообработку не говорю, когда все теряется полностью, все свойства и минералы уничтожаются, органические, ионные, водорастворимые, так вот, березовый сок надо сохранять именно с замораживания, и вот если вы заморозили ягоды, березовый сок, большая тяжелая масса, то можно, конечно же, сверху положить зелень, дополнительную прокладку использовать в ящиках, термосах, перевод для перевозки, как вот я показывал, там, допустим, термофолы, или какие-то другие теплоизоляторы, чистые, только экологические, разумеется, и вот тогда вы перевезете в идеальном, хрустящем вот таком состоянии, как должна быть заморожена зелень, к себе в морозильник, в холодильник, так сказать, вот в морозильную камеру, и храните, и пользуйтесь на здоровье, размораживайте, используйте в салаты, это будет очень полезно. Сейчас я вам покажу, вот как у нас здесь происходит заморозка, и что мы храним в том числе. Вот на верхнем ярусе, почему мне приходится так вот сюда заползать, вставать, значит, вот еще на более высокую ступеньку встану, значит, у нас здесь что? Ну, допустим, вот храним горошек в стручках молочной зрелости, замороженной, а вот можно хранить и перчик, когда у нас еще перца нет, значит, нормального перца, своего, потому что мы не покупаем никакой химический, голландский, ну, разве что био, хотя его закупочная цена в оптовых фирмах составляет из Европы 750 рублей килограмм. Это сладкого болгарского перца, который действительно без химии, тем более не ГМОшный. Ну, а вот здесь у нас свой замороженный, прекрасно, он уже резанный кубиками, мытый резанный кубиками, его можно прямо использовать в салаты. Так можно и кукурузу хранить, никаких проблем, и другие овощи, и, конечно же, вот о чем я вам говорил, это вот она, зелень. Каким образом хранится? Вот она зелененькая, вся натуральная, заморозка, это природный способ сохранения продуктов, естественный, натуральный, который дала нам сама природа. Семечко, посаженное после заморозки, разморозки, прорастает, пшеница, рожь, ячмень, можете попробовать. А это значит, это единственный критерий, да, самый правильный, критерий самой природы, что это способ натуральный, что это способ, который на 100% будет вам говорить о том, что сохраняются все питательные вещества, ну, или большая часть из них, поскольку, собственно говоря, надо верить своим глазам. И сама природа нам показывает, прорастает, все, дальше уже не нужно размышлять, думать, мы должны просто понимать и правильно констатировать факты. В моем хозяйстве есть и помещения сухие, где всегда круглый год температура примерно плюс 20, плюс 25, сухо. И здесь мы на таких стеллажах удобных для нас размещаем, вот, например, штабелируем вот в ящике, ну, скажем, храним, во-первых, специи, травы, сухие, скажем, вот иван-чай, который мы фасуем для себя в удобную упаковку вот в такие бумажные пакеты, складываем в ящики и задвигаем, да, тут у нас специальные сборы наши, ну, скажем, вот такие вот, которые мы храним в полиэтиленовых вот таких вот пакетиках с замком, можно хранить, конечно, и если вы хотите на долгий срок, несколько лет в стеклянных банках, с крышкой, это еще лучше, трава должна быть, безусловно, сухая, все ингредиенты, ну, и тогда они уже могут быть упакованы вот в такую упаковку. Здесь у нас к тому же хранится наше мыло, поскольку это натуральные растительные масла и эфиры применяются, и только они и более ничего, даже основу, которую мы делаем сами, тоже состоит из шести видов растительных определенных масел в некой пропорции, которую мы долго подбирали, и в этом основная была проблема, поэтому можно смело такое, настоящее, качественное мыло хранить также с натуральными ингредиентами, травами, вот здесь, собственно говоря, у нас, ну, еще сухие сушеные грибы также хранятся. Конечно, желательно эти виды продуктов хранить отдельно от иных видов продуктов. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за внимание всего вам самого лучшего, с уважением к вам, Фролов Юрий Андреевич, до новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...